Ученые сделали сенсационное заявление. Средняя продолжительность жизни большинства землян растет начиная с 1840 года и нет никаких признаков замедления этого процесса. Об этом говорят факты. В последние годы жители 30 развитых стран мира стали вдвое чаще пересекать рубеж в 80 лет. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Мария Дмитриева, врач-невролог, главный врач Самарской гириатрической больницы. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. Программа называется «Звоните доктору». Вы непременно доктору звоните. Телефон 202-11-22. Периодически мы будем показывать его на экране. Мария Дмитриевна, ну уж понятно, что специфика ваших пациентов – это люди пожилые. И поэтому, может быть, начнем разговор с того, что обсудим, а что такое, собственно говоря, старость? Это какой-то определенный набор таких вот пунктов, что вот все, вот это старость? Ну, если говорить об определении старости, старость – это биологический процесс постепенной деградации клеток и тканей организма, которые, соответственно, вызывают определенные последствия. В настоящее время по классификации Всемирной организации здравоохранения возраст весь делится на несколько групп. Первая группа – это молодой возраст от 18 до 44 лет. Вот да, раньше до 27 лет было. Да, сейчас до 44. Средний возраст от 45 до 59 лет. Пожилой возраст от 60 до 74. И только потом идет старость. Это от 75 до 90 лет. Ну, а дальше уже долгожители. Средний возраст дожития в Российской Федерации колеблется в различных регионах, и он составляет примерно от 70 до 75 лет. И по информации, по литературным данным мировым, к 2050 году планируется, что на планете Земля будет около 2 миллиардов людей старше 60+. Ну, хорошо это или плохо – трудно сказать. Я думаю, что просто надо принять это как данность и быть к этому готовыми. Это хорошо, если здоровье не будет сильно позвонить. Почему плохо? Конечно, хорошо. Хорошо. Я в начале программы сказала о том, что средний возраст постоянно и неуклонно повышается. Ученые проследили. Так вот, а что такое вообще происходит с людьми, если раньше после 45, а уж в 50 лет – это прям глубокий старик считался, а сегодня 80 люди руководят предприятиями, заводят детей. Как вообще это произошло? Ну, вы знаете, я как медик на первое место, на первое место всегда ставлю медицинские технологии. Как в лекарственном обеспечении, да, как в производстве лекарств, так и действительно новые медицинские технологии в плане оперативных вмешательств. Я считаю, что таблетка – это некий аналог тросточки. Для нас же не вызывает никаких, так сказать, неприятных или какого-то отторжения мысли, что человек повредил ногу, ему наложили повязку или лангетку, и он берет тросточку и идет. Что значит тросточка? Она увеличивает скорость его ходьбы и уменьшает боль, то есть улучшает качество его жизни. И таким образом таблетка, таблетка – это аналог этой тросточки. Зачем ходить и терпеть боль без нее, если можно выпить таблетку и, так сказать, повысить качество своей жизни? Тем более существует несколько заболеваний, как гипертоническая болезнь, как сахарный диабет, где прием таблеток, он просто жизненно необходим. Ну, второе место я, конечно, ставлю – питание. Тоже, чтобы мы не говорили, как бы мы не ругали наши современные супермаркеты, но в то же время, в зимний период, в ранне-весенний период, да что говорить, круглосуточно, круглогодично вернее, мы имеем возможность покупать овощи, покупать фрукты. Тоже сложно сказать, да, можно действительно поругать эту резиновую помидору, огурцы, но в то же время мы приносим их домой, мы заправляем их растительным маслом, мы добавляем лук, добавляем зелень, которую мы сохранили с лета в морозилке. И вот мы имеем нормальный летний салат, мы получаем от него удовольствие, от его органолептических свойств, да, у нас повышается настроение, а хорошее настроение – это общеизвестный факт, продлевает жизнь. Третий факт, это, третий, вернее, вектор – это, конечно, физическая нагрузка, которая сейчас активно очень пропагандируется. То есть еще несколько лет назад, 10-20 лет назад, о том, что такое скандинавская ходьба, слышали только, по сути дела, врачи лечебной физкультуры, физиотерапии, и вот где-то мы читали в какой-то там зарубежной литературе. А сейчас ходьба… У каждой второй бабушки есть палочки. Да, есть палочки, она с удовольствием с ними ходит. И, как мы сейчас понимаем, она удивительная, эта скандинавская ходьба. Ведь у пожилого человека, как правило, есть нарушение опорно-двигательного аппарата. Это либо банальный остеохондроз, либо это заболевание суставов. И во время здесь ходьбы он имеет опору не на две, на две конечности, а, по сути дела, на четыре. Четыре, то есть вот палочки дают дополнительную опору, и, соответственно, человек более устойчив. Плюс, естественно, у него очень хорошо функционирует и повышается физическая нагрузка на верхний плечевой пояс. Тоже меня очень радует, например, когда я вижу какие-то фитнес-клубы, которые ходят, посещают в основном молодежь. Они пишут, скидка – это цена минус возраст. То есть они таким образом привлекают пожилых людей в свои фитнес-клубы. И пожилой человек, во-первых, приходя туда, он тоже нормальную физическую форму может сохранить. Плюс, непосредственно общаясь с молодыми людьми, ну, тоже это для пожилого человека всегда плюс. Мария Степановна, ну, я сейчас вас цитирую. Вы назвали лечение, питание и физическая активность – это как раз факторы того, что средняя продолжительность жизни у нас начала увеличиваться. Ну, хорошо, а теперь все-таки про не совсем здоровых пожилых людей поговорим. Ну, по сути, ведь они могут лечиться в обычных больницах на обычных койках. Почему все-таки возникла необходимость создания гириатрической больницы? Я хочу сказать, что наука гириатрии, она сама по себе достаточно молодая. И если немножечко вот истории вы позволите, то в России она была связана с именем Ильи Ивановича Мечникова. В середине XX века только открыл… было два учреждения на всей территории Советского Союза. Это научное объединение, это в Санкт-Петербурге, но тогда еще был Ленинград. Это научное общество геронтологов и гириаторов в Ленинграде и научно-исследовательский институт в Киеве. То есть это всего два учреждения, которые занимались проблемами старости и проблемами пожилых на всю нашу огромную страну. И только в 1995 году, это по сути всего 27 лет назад, была введена такая, появилась такая профессия, как врач-гириатор. Гириатор. То есть возникла уже проблема, потребность в человеке, в враче, в специалисте, которая изучает гириатрию, процессы старения и знает, как лечить человека с комплексом заболеваний, плюс еще к которым присоединяется такой, например, синдром, как старческая астения. Ну и, соответственно, после 1995 года началось обучение этих врачей. Кстати говоря, Самара была в тройке лидеров, кто принимал участие именно в подготовке таких специалистов на кафедре гириатрии Самарского государственного медицинского университета. В 2015 году открывается, ну не открывается, а обособленное подразделение, открывается на базе научно-исследовательского университета имени Пирогова. Это обособленное подразделение научный гириатрический клинический центр под руководством главного гириатора Российской Федерации Ольги Николаевны Ткачевой. И после этого был, так сказать, такой большой импульс дан в развитии вообще гириатрической службы в России. И тогда тоже в Самарской области было принято решение, но оно даже было принято немножечко раньше, потому что сама гириатрическая больница, она открылась в декабре 2014 года, но получила такое свое название. И можно открыть гириатрические койки в разных лечебных учреждениях, но поскольку изначально больница компактная, она рассчитана на 220 коек, тоже приняли решение, а почему бы и нет, почему бы все койки, ну большинство коек не централизовать в одном лечебном учреждении. И, собственно говоря, на базе этого же учреждения, на функциональной основе, открыт гириатрический центр, который непосредственно осуществляет методическое руководство и помогает службе, открытию гириатрической службы повсеместно в Самарской области. Ну смотрите, это же не означает, что все люди 60+, заболевшие в Самаре, в Самарской области, все находятся в вашей больнице? Нет, конечно, нет, конечно, конечно, нет. При открытии какого-либо количества коек, я, может быть, вот на более статистические такие данные опираюсь, всегда рассчитывается количество пожилых людей. И обычно на 10 тысяч вот такого пожилого населения рассчитывается количество коек. Вот на Самарскую область было рассчитано 160 коек. Ну, кстати, вот сейчас, с учетом того, что население немножечко стареет, мы будем, ну не мы конкретно, а в других лечебных учреждениях тоже будут открываться дополнительно еще 23 койки. А почему, вот вы, возвращаясь к вопросу, да, пожилой человек может лечиться на какой угодно койке, да, и терапевтической, и хирургической, вот. А почему именно гириатрическая? То есть, когда возникает необходимость комплексно, комплексно оценить здоровье человека, да, тогда уже поликлиника дает направление в нашу больницу. И мы получаем этого человека, помимо его основных заболеваний, мы проводим комплексную гириатрическую оценку и оцениваем его с точки зрения гириатрии. И, соответственно, потом рекомендуем ему и режим дня, и питание. Ну, по сути дела, даем свои рекомендации дополнительные, что он должен сделать, чтобы укрепить свое здоровье. Смотрите, лечить пациента 30-летнего и пациента 70-летнего явно не одно и то же. Какие особые моменты приходится учитывать врачу-гириатру? Конечно, несравнимо. 30-летний, молодой, активный, он, как правило, попадает по экстренной. Скорость восстановления, она большая. Через 2-3-4 дня он, по сути дела, восстановлен. Еще немножечко на какой-то процесс адаптации, и все, он уже готов к выписке. Пожилой человек, это, конечно, совершенно другое. Как правило, у пожилого человека имеется от 2, да, это 2, это очень мало, до 5 хронических заболеваний. Как правило, это заболевание сердца, заболевание сосудов, заболевание почек, заболевание опорно-двигательного аппарата и эндокринологическое заболевание. Чаще всего это сахарный диабет. И от каждого заболевания, хоть я как бы и за таблетки, да, но от каждого заболевания доктор рекомендует ему как минимум 2 препарата. То есть он уже говорит, как же мне, что же делать, у меня 10 таблеток, и я не знаю, как их пить. По 10 таблеток 3 раза в день, и того в день 30 таблеток. Доктор, что же делать? Да, что же делать? И вот тогда вот вступает как раз врач-гириатор, и мы оцениваем, какие таблетки пить, сколько их пить, да, то есть мы вот эту вот прорабатываем ему схему лечения всех его заболеваний. Если вы опоздали к началу программы, я скажу, что сегодня у нас в студии врач-невролог, главный врач Самарской гириатрической больницы Мария Дмитриева, и мы сегодня говорим о лечении пожилых людей. Вы упомянули уже такой термин, как старческая остыния. Может быть, поясним, что это такое, и это очевидно, ну, касается каждого, наверное, вашего пациента, да? Определение старческой остынии тоже достаточно, ну, своеобразное, да. Старческая остыния – это комплексный гириатрический синдром, характеризуется возраст-ассоциированным снижением функций организма, который приводит к повышенной уязвимости организма пожилого человека к эндо- и экзогенным факторам. Ну, и, к сожалению, как правило, с неблагоприятным исходом. Старческая остыния – она, это действительно совокупность, что туда входит, если говорить простым языком, – это снижение мышечной массы. Причем это снижение, оно возникает без какой-либо, без какой-либо причины. То есть человек питается, как всегда, он живет своей обычной жизнью, и у него нет обострения каких-то хронических заболеваний или, скажем так, онкологии, да. И вдруг он начинает замечать, что в течение месяца, двух, трех, четырех, и он похудел на пять килограмм. Как это замечает пожилой человек? Как правило, по одежде. То есть для него-то все это происходит постепенно. Вот он говорит, да, я вот похудел, и он прямо вот показывает на своей одежде, вот я был, да, и вот что там, сейчас я не могу, все на мне висит, да, вот как правило, так вот они и говорят. Потом хрупкость костей. Все тоже мы знаем, да, да, хрупкость костей. И, к сожалению, это один из самых опасных, одна из самых серьезных проблем, потому что тоже человек живет обычной жизнью, он подскользнулся, упал, казалось бы, легко ударился, и вдруг он понимает, что гематомы везут тромбун, а там перелом. Как правило, старческая астения, естественно, это нарушение зрения, нарушение слуха, это недержание мочи и снижение когнитивных функций. Если когнитивные функции рассматривать, то это, ну, как правило, тоже общеизвестно, это внимание, память и изменение отношения к событиям. Иногда пожилой человек сам это замечает, что что-то со мной не так. Но, как правило, это начинают замечать его родственники. И они тогда уже сами родственники приводят своего пожилого человека или начинают искать различные пути, что же с этим делать, как с этим бороться и где можно это полечить. И вот тогда, конечно, это на нашу гериатрическую площадку. Мария Степановна, мы много говорим, давайте все-таки дадим возможность и зрителям нашим тоже посмотреть вашу больницу изнутри, посмотрим сюжет. Язык покажите. Хорошо. Живот посмотрим. Давайте. Ага. А вот нету. Три дня у вас постельный режим. Улучшить качество и увеличить продолжительность жизни. Гериатрическая больница решает проблему сложных пациентов, людей, которым за 60. В философии особой заботы здесь определяется все. На случай тяжелого состояния больного предусмотрено отделение реанимации. Вот пациент может подтянуться сам за ручку. Тут у нас ручка такая есть. Мы перекладываем его на каталочку. Она у нас поднимает вся кровать выше и ниже. И так же пациент, если хочет сесть, если ему ниже удобно, мы коечку отпускаем. Супруги Быковы проходят лечение в больнице каждые полгода. Это очень удобно, учитывая, что один из них нуждается в особом уходе. И в то же время оба восстанавливают здоровье под контролем врачей. У них терпение море. Им прямо памятник при жизни можно ставить. Они вот вчера одну бабушку выхаживали всю ночь. Вторая тоже тут покрикивала, Борю все звала. Вот. То есть они за ними уйти и моют, убирают они их и в памперсы, и из памперсов. И ворочают спину. То спину какой надо. Ну и все как по-человечески, по-доброму относятся. Особенность пациентов гириатрической больницы в том, что все они имеют несколько хронических заболеваний. И здесь очень важна точная диагностика. Поэтому больница постоянно пополняется новым оборудованием, в том числе разработанным самарскими учеными. Данная реабилитационная программа и тренажер позволяют выявить физическую активность у пациента, двигательную активность, объемы движений. Потому что после таких заболеваний, как паркетцион, острое нарушение мозгового кровообращения, черепно-мозговые травмы, ранние признаки болезни ацгемия, объем движений, он изменяется. Поднимите в сторону, правую руку вверх. Прибор строит графики, по которым видна динамика, и можно корректировать реабилитацию. Это способствует и профилактике когнитивных нарушений. Более того, при выписке из больницы пациент получает четко расписанный план восстановления. В выписном эпикризе подробные рекомендации по питанию, физической активности и даже времени сна. Это большая помощь для дальнейшего амбулаторного лечения и медико-социального обслуживания на дому. Мы возвращаемся в студию. У нас осталось еще немного времени. Сегодня я с главным врачом Самарской гириатрической больницы, Марии Дмитриевой, мы говорим о лечении, о старческом возрасте. И нетрудно догадаться, Мария Степановна, что ваша главная цель даже не просто вылечить человека, а чтобы он как можно дольше к вам не возвращался, чтобы он как можно дольше жил в таком нормальном, в хорошем состоянии. И поэтому у вас разработано очень много практических методик реабилитации, восстановления, профилактики. И методики эти вы тиражируете. Вот может быть сейчас в конце программы уже успеем поговорить о каких-то из них. Вот как вы хорошо и нас сказали, жил человек, жил дома. То есть сейчас все стремятся, чтобы этот пожилой человек, он жил нормальной жизнью дома и хорошо контактировал с своими родственниками, ну как правило, с детьми, с детьми и внуками. Мы сами, мы не являемся научно-исследовательской базой, но мы, естественно, тиражируем практики. Что такое тиражирование практик? Ну вот хочу показать, и опять же возвращаюсь к главному мегериатору Российской Федерации Ольге Николаевне Ткачевой. Они выпускают огромное количество очень хорошей литературы. Значит, выпускают литературу как для врачей, это у нас называется клинические рекомендации, так и для пациентов. В очень доступной форме вот такие вот методички, они прям так называются материалы для пациентов. Профилактика падения переломов, питание, здоровье костей в любом возрасте и остеопоритические переломы. Можете ли вы быть в группе риска развития остеопороза и переломов? А пользуются пациенты этим? Есть эффект? Конечно. Ну вот я продолжу про эти. Мы получаем эти материалы. Мы как выполняем организационно-методическую работу, мы их распространяем среди врачей-гериаторов по гериатрическим кабинетам. Гериатрические кабинеты находятся в амбулаторном звене. Мы про регион сейчас говорим. Да, да, да. В нашей области их, мы приближаемся к цифре 40. То есть у каждого врача-гериатора вот эти вот методички на столе. По сути дела, часть он может отдать пациентам, а часть они закачаны всегда, мы их в электронном виде, естественно, людям отдаем, нашим коллегам отдаем. Также мы, поскольку у нас подписано межведомственное взаимодействие между Министерством здравоохранения и Министерством социально-демографической и семейной политики, мы еще такими же методичками снабжаем комплексные центры социального обслуживания. То есть ничто не жалеем, все, так сказать, для специалистов. И они также могут своим подопечным давать эти книжки для ознакомления. И еще хотела бы вот показать такую очень интересную книгу, да, тоже она издана именно этим научно-исследовательским университетом имени Пирогова. Нотный азбука здоровья для пожилого человека. Также это все есть в электронном виде, написано очень простым языком, буквально разделена на семь, на семь вот этих вот ключевых параметров. Пожилой человек открывает, читает, в доступной форме все описано, ну, как для него, так и, собственно говоря, для его родственников тоже будет очень полезно. Вот мы сейчас, наверное, больше для родственников даже, да, говорим об этом. Да, да, да. Но и для пожилого человека, у которого, может быть, и снижен когнитив, да. Чтобы они помогли ему эту книгу приобрести. Но они могут, да, эту книгу почитать. Потом, аж такое тиражирование практик, в своей работе посещаем другие лечебные учреждения, в частности, вот посещали в Санкт-Петербурге госпиталь ветеранов войн, которым руководит главный гириатор Санкт-Петербурга, Кабанов Максим Юрьевич. И смотрели, что расположено на его базе. Конечно, это огромное учреждение, оно сравнимо с больницей Середавином, многопрофильное. Но что оттуда удалось подчеркнуть? У них отличное, просто замечательное отделение реабилитации. Значит, конечно, они там восстанавливают после, проводят реабилитацию после хирургических операций, как правило, это протезирование суставов, и после инсульта. Но мы могли бы взять, и то есть у нас как бы, ну, частично, вот по приезду мы тоже это организовали, значит, реабилитацию дополнительную после уже нашего лечения. Но здесь, здесь есть такой, ну, скажем так, фактор, когда реабилитация должна идти отдельно. Но это отдельное финансирование. Вот. Но это очень хорошие, очень хорошие методики. Мы могли бы лечить пациента 7-10 дней и потом еще оставить его на 10 дней на реабилитацию. Мария Степановна, ну, здорово, когда есть вот такие практики, да? А насколько мне известно, у нас же и свои все-таки какие-то интересные методики есть? Свои методики есть, да. Я вот принесла, значит, такие специальные очки, которые тоже нам дали на апробацию, естественно, с согласия пациента. Значит, вот я их сейчас включу, они будут, вот если вот так вот видно, вот там появляется свет. Значит, с чем мы можем бороться с помощью этих очков? С бессонницей. С бессонницей. У пожилого человека, как правило, она присутствует. Да. И мы можем повышать уровень мелатонина, который тоже, в свою очередь, ну, вот я их немножечко... Ну, это, я так понимаю, разработка уже Самарских причем. Да, да. Это тоже у нас подписано соглашение между нашей больницей и Самарским государственным медицинским университетом, и, в частности, с научно-исследовательским институтом НИИ нейронаук. И вот, собственно говоря, это их передовая, передовая разработка, и они дали нам, именно нам, как первому лечебному учреждению, и вот мы можем, собственно говоря, применять... Ну, вы пробовали уже. Да, да, начали пробовать. Значит, уже у нас есть определенный опыт, написана статья, что мы увидели действительно улучшил сусон. Это вот как минимум. Но здесь у нас есть еще ряд моментов, которые мы тоже, я думаю, будем еще опробовать, потому что это, ну, это прорыв. Ну, и тот тренажер, который мы видели в сюжете, также разработан здесь у нас самарскими учеными, и, если я правильно поняла, то эффективность его в вашей работе очевидна, да? Да, мы его тоже, мы его дорабатываем, дорабатываем, потому что изначально он был создан для именно детского возраста, да? Мы очень активно сотрудничаем с разработчиками, и вот сейчас мы, ну, определенные наши требования, они выполнили, да, и мы можем уже более активно применять. Говорят же, не даром, старый да малый, в общем, много общего между этими пациентами. Да, да, да. Я благодарю вас за участие в этой программе. С нашими зрителями мы увидимся ровно через неделю, и, ну, прощаемся с пожеланиями, как можно дольше быть здоровыми и активными. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова